Слово о кресте Высится огромный крест. Он светится ночью и виден издалека из многих районов большого города. Установлен он на здании, в котором выставлена картина польского художника Иоанна Стыки «Распятие». И здание, и крест находятся на знаменитом кладбище Форест Лоун, и разным людям говорят о разном. Кому о смерти, кому о христианстве вообще, кому о спасителе. Я хочу напомнить о кресте, который виден из каждого уголка земли, со всех ее островов и материков. Это Голгофский крест Христа. И хотя в действительности креста на Голгофе нет и никто никогда его не находил, но свет от него исходящий разливает благословение на весь мир, на каждого человека в отдельности. Этот крест есть величайшая проповедь любви Божьей. Она, эта проповедь, привлекла ко Христу многие миллионы людей, в том числе и автора бесед. Этот крест обновил их жизнь, влил в них струю от источника вечной жизни. Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Первое послание Коринфянам. Однако не сам крест есть сила Божия, как многие учат, а слово о кресте, то есть его внутреннее духовное содержание. Дело, конечно, не во кресте, а во Христе, отдавшем себя добровольно на крест ради нашего искупления. Если человек живет во грехах, живет только в земном плане и думает только о земном, крест ему не поможет. Поможет Христос, если человек в раскаянии склонится перед Ним. Крест Христа действительно есть сила Божия ко спасению грешника. Но крест Христа, а не человеческий крестик, который некоторые люди носят на шее. В четвертой книге царств есть такое место. Он, царь Езикия, отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, прообраз Христа, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кодили ему и называли его Нехуштан. Вот и решите сами, можно ли делать предмет поклонения из символа.